Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев, а в гостях у меня сегодня не просто красивая девушка, но звезда, жизненный путь которой, с моей точки зрения, достойна экранизации, Марина Зудина. Спасибо, и за девушку особенно. Я знал. Марина, действительно, мне кажется, что байопик, и на самом деле, оказывается правильно говорить, байопик, по вашей биографии, можно снять бомбически, мне кажется, у вас такая судьба. Или вам самой не кажется, что ваша биография достойна экранизации? Ну, дело в том, что ты все равно, знаете, как есть понятие, вот предлагаемые обстоятельства, когда ты в них живешь, очень сложно абстрагироваться и посмотреть со стороны. Но если иметь в виду, что все-таки экранизируют обычно какие-то любовные истории, да, и вот где есть любовь, то в этом плане, наверное, да. Ну, по-моему, шикарная мелодрама вообще. Да, да. Пока. Да, нет, нет, очень красивая, может быть, история. Все будет непонятно. Потом, ведь я правильно понимаю, что вы с Олегом Павловичем Табаковым, вашим любимым и мужем, вместе играли. Да. Выходили на сыр. Я к чему это подвожу, что мне довелось с Павловым Олеговичем, вашим сыном, беседовать накануне его кинодебюта. А сейчас, я знаю, в этом году выйдет лента, где вы с ним играете, где он играет главную роль по экранизации Пелевина. Да, но я не знаю, в этом году или в каком году. Ну, как? Ну, режиссер очень творческий человек. Да, Виктор замечательный. Как, разве еще не... материал еще не готов? Нет, материал готов, они озвучивали. Но это очень такой процесс. По-моему, Generation P тоже много лет не выходило. Да, вы давайте расскажите даже, что мы уже упомянули название, что это экранизация Пелевина и поподробнее. Да, но это длится уже года три, как минимум, если не четыре. Паша там начал пробоваться совсем таком юном. Ну, фильм снят, да, я так понимаю? Фильм снят, да. Но это монтаж, потом это музыка, это графика компьютерная. Там очень сложно все. Называется фильм как? Ампер Ви. То есть так же, как и произведение. Да, и по итогу, что сложится, никто никогда не знает. Кино это очень, знаете, в чем-то фантастическая вещь, потому что иногда из ничего получаются шедевры, иногда люди ставки большие делают, и вдруг почему-то что-то не складывается. И это необъяснимые вещи. Для меня кино это волшебство. Я не понимаю закономерностей. То есть я понимаю, но почему вдруг вот так в конце концов выходит, я не понимаю. Это, вы знаете, как наите режиссера бывает, что он в раз сделал так, потом монтажер взял все и перемонтировал, и получилось совершенно другое кино, которое превосходит то, что, может быть, планировал режиссер. Это очень сложно. Поэтому я так... Ну, будем надеяться, что мы с ним играли, я очень волновалась. Очень-очень волновалась. Но когда с вами работает, он с вами как с... Не членом команды, а членом семьи советуется? Или вы работаете автономно? Вы знаете, нет, он советуется не часто. Когда ему что-то нравится, он может мне прислать сценарий, но это обычно в те моменты никогда даже он советуется. А когда ему уже что-то нравится, и ему хочется поделиться этим. И я с радостью читаю. Нет, он все-таки предпочитает работать с режиссером. И это было, по-моему, лет с 17. То есть так, чтобы он позвонил и сказал, что, ой, там я не знаю, как посоветуй. Там его дебют у Анны Меликян. Естественно, он советовался с ней, или она ему говорила, что надо играть. Нет. Я считаю, что если ты доверяешь режиссер, надо работать с ним. А по результату, мне кажется, ему важно, когда я что-то говорю. И он очень терпим в этом плане ко мне. И позволяет делать какие-то замечания. Потому что я как-то всегда очень к замечаниям, даже там мама, если мне что-то говорила, даже если я хорошее что-то говорила, я как-то так напрягалась. Нет, у Павла такой мужской характер. И он, любя меня, позволяет терпим к тому, что он выслушивает мои какие-то иногда занудные технические замечания. Но это знаете еще просто почему? Не потому что я так люблю делать замечания. А у него нет той школы, которая была у меня. Он учился 4 года в колледже. Но я училась в ГИТИСе у Табакова 4 года. И потом лет 10, фактически, ежедневного общения, ежедневного тренинга именно с Табаковым. А Табаков это... Нормально. А он ежедневно у Табакова не учился? Нет. А Олег Павлович, во-первых, тогда все-таки не так уже много студентами занимался в колледже. Я имею в виду не в школу жизни. Он же наблюдал великого актера. Это другое. Я сейчас говорю о технической стороне профессии. Да, вплоть до того, что есть произнесение текста. И когда человек съедает гласные, то речь неразборчива. Сейчас это модно. И в кино, к сожалению, многие грешат этим. Но я считаю, что все равно актер, например, должно быть слышно и понятно. Есть еще какие-то вещи. Это касается очень внутренней работы. Да, он все равно научивается, работая с режиссерами. Но когда мы делали спектакль с Олегом Павловичем, и он после каждого прогона на репетициях рассказывал, обсуждал. То есть это, конечно, ни с чем не сравнимая школа была. Это все-таки тот уровень подготовки, который давал он, и то, чему он учил одновременно и человечески, и как педагог по мастерству. Ну, то есть 10-15 лет первых, это было просто вот как учеба продолжалась. Это реально было. У Павла этого не было. Четыре года колледжа, причем я все-таки чуть позже поступала. В этом возрасте он в 15 поступил. Конечно, если бы была возможность идти еще дальше на театральный, то есть, например, на второй курс, а он должен был заново поступать на первый курс, что, в общем-то, неправильно, и он должен был учиться очно. А он уже снимался, играл роли в театре. А поэтому спустя два года он поступил уже на заочный, на продюсерский, на менеджмент в ГИТИС. Вы когда упомянули маму, я вспомнил, что дети вас называют по имени, а не к вам обращаются. Нет, это только Павел. Только Павел, да? Нет, Мария всегда называла маму. Но это так, Мария так ощущает, а Павел по-другому. То есть сын вас называл Маришей? Да. С какого возраста? Как вот говорить стал, так и стал. Ну нет, он, наверное, лепетал мама-мама. Но быстро освоившись, он понял, что Олег Павлович называет меня не женой, а Мариной. Так. Я тоже не говорю Олегу Павловичу муж, муж привет, муж здравствуй, да, или муж иди там завтракать. Я говорю там Олег Павлович или Олег. И он быстро сориентировался, видимо, хотел быть взрослее. И вот с такого возраста стал говорить Олег Павлович, Олег и Марина. Но в третьем лице всегда мама-папа, конечно. То есть там я позвоню маме, конечно. Ну я правильно так понимаю, что живет он при этом в России, не как многие коллеги и ровесники? Почему? Он живет в России. Ну да, нет, ну не все же живут в России, скажем так. Ну у него профессия все-таки связанная с этой страной. Я как раз по профессии говорю про его ровесников. Нет, наверное, если у него появится какой-то интерес, он знает, что... Я всегда говорила, если у тебя будет желание еще продолжить какое-то обучение в Америке или в Англии, то он живет материально, он в принципе и до такой степени... Ну то есть он самодостаточен, и я думаю, что у него есть деньги на то, чтобы получить еще какое-то образование или пожить в другой стране. Чем вы гордитесь больше всего из того, что вы пока сделали? С профессиональной точки зрения. Вот вы считаете прям, вот если бы надо было... Человек не знает, кто такая Марина Зудина, прилетел он с Марса или из Конго, и надо показать одну работу... Одну? Ну одну все-таки, понимаете, мне достаточно много лет, чтобы одну. То есть я могу сказать, например, фильм «Валентина, Валентина», но это вряд ли ассоциирует, уже будут ассоциировать со мной, поэтому... Знаете, я могу назвать, да, «Валентина, Валентина», безусловно, не мой свидетель, и, наверное, «Содержанки». Просто это совершенно разные три работы. Да, я хотел, кстати, когда вас представила, я хотел как-то вот про «Содержанки» сразу сказать, что фактически вы звезда очень-очень популярного сериала. Но девушки так реагируют на слово «Содержанка», что они всегда боятся ассоциаций. Уверена, что спокойно? Я, вы знаете, ну так как я сама с 19 лет достаточно много зарабатывала по тем временам, я на самом деле не боюсь. А потом, вы знаете, в конце концов, я не понимаю, почему такое... Да лучше быть иногда «Содержанкой» порядочной и любящей, ну в силу чего-то там мужчина может свою жизнь, да, не может изменить, чем, например, делать какие-то подлости, я не знаю, и так далее, и так далее. То есть это что, с чем сравнивать? Это очень справедливое, но очень смелое заявление. Вам прилетит. Да, в Добуграде я очень по-разному, я более сложно на все смотрю. Я имею в виду, я никогда бы не стала никого осуждать, вот так скажем. Знаете, просто дело в том, что зритель в массе своей очень часто ассоциирует актрису или актера с ролью. Да. Вот, и вот вы не боялись, или вы не читали сценарий, когда вписывались в эту историю? Вы же, по-моему, когда пришли на пробу, вы даже не знали, что вам предстоит, вы рассказывали в одном из интервью. Ну, там проб не было, я на самом деле полностью доверяла режиссеру Константину Богомолову, и я понимала, что это команда тех людей, которых я знаю, с которыми мне интересно. Это абсолютно такой эксперимент был. Я реально не читала сценарий. Это сложно, потому что, в принципе, конечно, одно дело, когда ты очень много лет работал с одним режиссером, и другое дело, когда, например, стали уже снимать там второй, третий сезон, особенно третий, вот это было сложнее, потому что сценарий до конца не был написан, и там менялось что-то. Ну, я так понимаю, что он не был написан, и когда Богомолов брался за первый сезон, он не был полностью выстроен сценарий. Да, но когда с ним работаешь, ты понимаешь, что там доверие совершенно какого-то порядка другого. То есть он мог написать сцену накануне съемок какой-то. И ты понимал, что это оправдано, это выношено им, это там он не спал ночь, но он что-то придумывал, и это его все-таки авторский поначалу проект был. Да, почему такая чехарда с режиссерами и шоураннерами у этого сериала? Знаете, во-первых, мне кажется, Константин Юрьевич, в принципе, вот он что-то создает, а потом в какой-то момент теряет интерес к этому, и ему уже интересно заниматься другим. Это свойство характера. Да, стартапер такой, то есть вот что-то запустить. Да, вот он реализовался в чем-то, а дальше это живет своей жизнью, и в какой-то мере уже не имеет даже к нему отношения. Это и по спектаклям, он очень редко приходит на какие-то старые спектакли, и очень редко. И вводы может не делать, то есть там какие-то роли актеры сами вводятся. Да, потому что он живет другим, но это свойство характера, я никогда не буду это как-то комментировать, это данность. Во втором сезоне он был как раз шоураннером, он следил за проектом, и даже мы иногда обсуждали что-то. А в третьем сезоне, в принципе, он к третьему сезону не имеет отношения. Просто рожденная им идея, рожденная им история, она имеет продолжение. Но так бывает на Западе тоже. Каждый сезон может снимать другой режиссер. Конечно, да. Да там каждый эпизод может снимать другой режиссер в одном серии. Да, но мне кажется, там технология налажена по-иному. Там все вывереннее, скажем так. У них это настолько отработано, что мне кажется, у нас немножко это сложнее. В команде, поскольку вы работали с Софьей Эрнстом, люди жаль в голове, что Софья это не просто актриса, а она еще и жена самого известного телевизионного гуру страны. Или про эти вещи не помнят люди, когда работают? Вы знаете, когда работают, там либо есть симпатия человеческая, либо нет. Подсознательно помнят всегда, но просто это как данность. Знают, кто там, да, это муж, это жена, это... Наверное, это в чем-то учитывается. Мне сложно сказать, потому что я никогда не работала, будучи женой Олега Павловича, в театре у меня были очень, ну как, отношения и с однокурсниками всегда, и с теми, с кем я работала, очень личные. Ну то есть, наверное, при мне просто чего-то могли не говорить и не обсуждать. Но это, поверьте, ну всегда видно, когда люди льстят, или люди стараются понравиться, или люди... Всегда видно. Но вы же общаетесь с людьми того ремесла, который заключается в том, что обманываются. Нет, 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 я сейчас не говорю. Мне важно, что люди, с которыми я в кадре, или которые на площадке этого проекта, с которыми я сталкиваюсь, как они со мной общаются, я не могу всех учитывать. Ну, так же, наверное, и Софья. Она мне интересна, вот... В профессиональном отношении, или лично? Она мне интересна как индивидуальность. Это реально так. Мне кажется, что если бы... Я знаю, многие критиковали ее, и особенно, кстати, зрители. И, скажем так, мне кажется, что если бы эту роль играла стандартная девушка, вот такая абсолютная модель, пусть с правильной речью, я не знаю, там... В Софьи присутствует вот нечто, в чем есть неправильность. Я люблю, я не люблю. И, знаете, когда вот все правильно, и ты все понимаешь. Мне интересно, когда индивидуальность раздражает. Мне интересно, когда она возбуждает. А у вас, Марин, есть такая неправильность? Наверное, в колебаниях. То есть, я, скажем так, я... Я очень эмоциональна, и при этом я могу быть очень сильной и строгой. У меня, скажем так, наверное, вот в этой какой-то амплитуде. Другое дело, в каждом проекте ты берешь определенные краски. Я очень увлекающий человек, я очень непосредственный человек. А потом, знаете, я могу себя так воспринять, мне скажут, она не непосредственная, она не такой. Поэтому все-таки я могу говорить о ком-то, я могу говорить, а о себе сложно говорить. Если я кому-то интересно почему-то, значит, интересно. Я сейчас говорю о человеке, который вызвал во мне интерес. Но это не связано с тем, что она супруга Константин Львовича. Я поэтому не обсуждаю, скажем так, но, может быть, это учитывалось, когда ее назначали на роли. Не знаю. Но я прихожу на премьеру к Ренате Литвиновой, просто у меня там Павел, у них премьера вышла, и там играет Соня. Играет абсолютно смело, играет полумужчину, полуженщину, и пробует какие-то вещи. Я вижу, как она увлечена профессией. Это вызывает у меня всегда неподдельный... Если я про кого-то понимаю, про нее я не все понимаю. Вот. Наверное, мне как профессионалу, вот, когда я понимаю сто процентов, как это делается, вот, я не понимаю Ренату Литвиновую. А она по своим законам существует. Там Маша Аронова. Она мне интересна, потому что я не могу что-то, что может она. А Соня тоже, она, в ней есть некая странность, даже манера говорить. И это тоже мне интересно. Другое дело, что любой человек должен развиваться. И, наверное, если через пять лет, как бы, человек там не будет расширять границы собственного диапазона, я могу сказать, нет, это уже понятно все. Пока мне непонятно. Вы развиваетесь? Как человек, да, как актриса мне сложно говорить. То есть это будет, наверное, зависеть от того, что я дальше буду делать. Но то, что мне, если говорить, я могу сказать, что там многое мне не нравится в себе. Но из того, что нравится, я начинаю каждый раз с чистого листа. Я иду, я не понимаю, как эту роль играть. Вы удовлетворены, скажем так, градусом своей востребованности? Нет. То есть вам не хватает предложений? Или, наоборот, их слишком много? Нет, я объясню. Наибольшее количество предложений артисты получают от 25 до 35 лет. Разве? До 40. Ну, с 20 до 40. Конечно. Конечно. Пик – это от 25 до 40. Это самый пик. Разве это зависит от возраста? В разных индивидуальных... Ну, конечно, если мы посмотрим, то все равно, наверное, в основном героини молодые. Правда? То есть там за 40 или за 50, все-таки в меньшей степени актриса востребована. Я имею в виду, интересных проектов значительно меньше. Но это 100%. То есть я очень была избалована в свое время сценариями. И если я в 21 год могла думать, сниматься мне у Петра Ефимовича Тодоровского или нет, это только Олег Павлович сказал, ты вообще повнимательнее отнесись к этому. А я думала, это не мое. Это я сейчас понимаю, что когда я думаю, что не мое, это и есть самое интересное. Да? Конечно. Конечно. Интересно то, что близко тебе, ну, впрямую. Конечно, интересно характер играть. Конечно. На уровне органики не очень интересно. Ну, там просто мама такая добрая, хорошая. Или наоборот, там часто, знаете, сценарии, есть каналы, где, значит, вот такие либо добрые, хорошие мамы, либо такие злые мамы, которые там интригуют и недовольны тем, что как их сыновья там или дочери совсем себя ведут. Такой абсолютно стереотип. Очень мало отдельных историй, где пусть там сын, пусть дочь, пусть там внуки, пусть кто угодно. Но есть еще какая-то своя история, какой-то интерес в жизни, помимо дочки и сына. Я не имею в виду там какую-то лирическую линию. Я имею в виду, я не знаю, там профессия или какие-то проблемы, которые касаются там какой-то социальной сферы нашей жизни. Ну, хоть что-то. Этого, конечно, мало. Поэтому я говорю, что да, да, интересного не хватает. Мы Богомолу упомянули, он сильно хайпанул со своим манифестом, в котором он проговорил, что там в России свой особый путь, и мы не должны равняться на Европу, должны отстегнуть вот этот вагон. Вы читали этот манифест? Я читала манифест. Вас что-нибудь удивило? Нет, я знаю Костю, Константин Юрьевич, у меня не удивило, но я считаю, что, во-первых, человек, когда если что-то у него накипело... А у него накипело? Ну, думаю, да, если он написал этот манифест. Не знаю, может быть, это обдуманный поступок. Но я считаю, что любой человек вправе высказаться и сказать о том, что его волнует. То есть, получается, в этом манифесте он и доказывает то, что все начинают говорить, а как же так, ты же должен. А почему ты засобянин? Он хочет засобянина быть, он засобянин. А потом он не захочет быть засобянин и будет не засобянин. Не говорите так. Понимаете, я, к примеру, говорю, но в этом и есть свобода, Евгений, понимаете, если уж мы говорим. Да, понимаю, да. Вот и все. А у нас сразу это можно, это нельзя. А вот, представляете, приснился человеку сон. Он написал манифест, а потом увидел какой-то сон. У него было видение, я не знаю. Он там мантры читал или, не знаю, медитации делал. У него какое-то просветление. И он публикует совершенно противоположный манифест. И что все должны говорить? Ну, ты же писал так. Ну, ты же... Вот я против этого. Я как-то... Давайте толерантнее быть в том плане, что высказался человек, чего уж так... Может, он и рассчитывал, что сейчас хайп будет, что вот... Я думаю, что да. Ну, я вот даже к этому спокойно отношусь. Скажите, Марина, а есть какие-то вещи, про которые, в принципе, с вами журналисты не говорят, а вам бы было бы интересно? Потому что, ну, что греха таить, в основном спрашивают про Табакова, в основном спрашивают про профессию. Ну, и это понятно. Есть какие-то аспекты, вот, и вы думаете, ну, почему меня не спросят о чем-то? Или такого нет? Вас спрашивают о том, о чем надо. Да по-разному. Ну, иногда там спрашивают о детях. Конечно, у меня вопросы, не знаю, все, что связано с молодежью, меня волнуют. Но я жила в другой системе совершенно, да. И я, например, когда Павлик рос, не понимала, сколько надо карманных денег давать, чтобы он правильно... О, я помню, какую-то историю его папа наказал, не дал ему тысячу рублей каких-то карманных денег. Ну, да, что-то там, какие-то карманные деньги. Я не ориентировалась... А то есть это бы папина была прерогатива давать ему карманные деньги? Нет, все-таки нет, 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 почему нет? Просто до маленькой Маши совсем была. И Павлик, я думаю, он не такой простой. Я думаю, он и к маме обращался, и к папе. Я же не отслеживала, понимаете? И поэтому там многоходовость такая, думаю, наблюдалась. Но я реально, я думаю, мы можем дать ведь и столько. То есть не то, что на нас это особо не отравится. Понимаете? И для меня это была большая проблема. У нас вот эти темы очень мало, кстати. Или, да, там, например, дети, компьютер, или соцсети и так далее. Очень много тем, которые меня интересуют, в которых я не разбираюсь, я пытаюсь там что-то понять. Финальный вопрос про соцсети. Да. Вы сами ведете свои аккаунты? Просто вот непосредственно. Ну, у меня один аккаунт, на самом деле. Я только там год, и я только-только освоила даже Инстаграм, Фейсбук. Я что-то открыла, но я там редко появляюсь и не понимаю, как общаться. Ну, не очень редко, достаточно. Сейчас я же вижу. В Фейсбуке, ну, это просто автоматически выкладывается из Инстаграм. А, то есть, понял. Да, 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 да. Для меня сложнее Фейсбук, потому что я не могу сказать, что я очень общительный человек. А там именно надо общаться. То есть вопрос-ответ, друг друга все пишут. А в Инстаграм просто хочешь ответил, не хочешь не ответил. И меня активное общение, оно утомляет. Точно так же, как я понимаю, что был какой-то порыв. И, собственно, для чего я страницу сделала. Мне надоело, что всякую чушь пишут. Да. Да, лучше от собственного лица. Да, понимаю вас. И лучше хоть посмотрели. Понравился человек, понравился на странице, не понравился. Ну, написали гадость, ушли. Вы можете не понравиться, Марина. Да что вы, мне столько не... Я не понимаю. Да, да. Мне сегодня один мужчина написал в какой-то фотографии, в чем нормальный, думаю. Ну, чем я его раздражила? Что красную помаду выбирают не умные женщины, и вообще у вас от пота блестит лицо. А значит, и что-то такое. Марина, я вас уверяю, что это не употребляет. Я только хотел сказать, что это не мужчина. Но, тем не менее, как-то такое имя у него. Но я написала, что вы не мой стилист. Спасибо вам большое. Знаете, как завещал Владимир Ильич Ленин, нельзя верить всему тому, что написано в интернете. Да, ну, я говорю, что... Но, вы знаете, меня это многому научило. Я стала терпимей. Я прошла какой-то барьер, и это мне помогло. Я уже не ощущаю какую-то, знаете, острую боль от чего-то. Нет, я адаптировалась, и я... Это работа тоже над собой. Я вообще люблю учиться. И мне это интересно. Поэтому я считаю, что я сделала это не зря. Вы прекрасны. Спасибо. Мы финишируем пожеланием гостя нашему карасю дяде Володе. Потому что, как выяснилось, золотая рыбка, это макарасий китайский. Ему зовут его дядя Володя. Что Марина Зудина пожелает дяде Володе? Загадает желание. А чтобы он помог? Нет, нет, что он не пожелает ему. Дядя Володя тоже. Слушай, золотая рыбка. Дядя Володя у вас тоже как-то это знаете. Давайте дядя Володе желание загадать. Много ходовки. Вернее, какое желание вы загадаете золотой рыбке? Чтобы оно... Я вслух прям говорить, да? Конечно. А вы знаете, я хотела бы, чтобы вот всем членам нашей семьи, ну, что Маша тоже уже 15 лет будет, какой-то реализации и человеческой, и профессиональной реализации. А если глобально дядю Володю о чем-то просить, хочется, чтобы действительно молодежь хотела жить в нашей стране, в прекрасной, но процветающей России, и чтобы молодежи как бы было больше возможностей здесь. И вот она вот, мы говорили все-таки о манифесте Богомолова, чтобы она не смотрела как там, а гордилась тем, как здесь. Вот дядя Володя, пожалуйста, пусть все осуществится. Спасибо, это было неожиданно и очень приятно, я имею в виду пожелания. А то, что вы к нам пришли, это было просто очень приятно. Спасибо большое. Приходите почаще. Спасибо.